Всем привет! Сегодня мы поговорим о Турции, о менталитете, откуда берутся маленькие домашние султаны, мальчики, и почему воспитание мальчиков и девочек, требования к ним в семье, немножко отличаются в определенный какой-то период времени возраста. Я бы не сказала, чтобы заметила, что здесь это в приоритете, типа, когда рождается мальчик, девочка, здесь всех детей любят, но и когда дети могут помогать по дому, выполнять какие-то функции, да, когда они там, ну, условно переползают возрастом 5-6 лет, когда они могут быть уже какими-то помощниками, да, очень часто на них возлагаются определенные функции, скажем так, да, от помощи родителям, и, на мой взгляд, от этого и воспитываются султаны, маленькие, домашние, и я действительно вижу различия воспитания мальчиков и девочек в этот период. Это, кстати, просто тема моей, отчасти, почему я за этим наблюдала, мне интересно, это была тема моей дипломной работы по психологии, гендерные различия мужчин и женщин, девушек, мальчиков в период полового созревания, там, а-ля, там, 12-16 лет, и коллективные их там взаимодействия, но так как это гендерный вопрос возрастной, мне это тоже было, по возрастной психологии, мой диплом был, в общем, мне это было интересно. Я такие связи всегда в обществе где-то нахожусь, я всегда такое отслеживаю, замечаю. Каким выводом я, в принципе, пришла, я скажу, это мое субъективное мнение, я не специалист, не эксперт какой-то, я просто человек с психологическим образованием, который проживает в Турции, что здесь замечает, и какие-то выводы свои делают, да, я не претендую на звание истины в последней инстанции, ваше мнение может отличаться от моего, просто можете послушать, что я думаю, да, размышляю по этому поводу. Какой-то определенный период возраста, когда ребенок может стать уже, скажем так, помощником по дому, там девочка может условно мыть посуду, там, пылесосить, протирать пыль и так далее, что-то там может в готовке помогать, это, знаете, в районе там 9-10 лет, у всех по-разному в семьях, это очень много, от чего зависит, да, если эта семья, например, будет, ну, скажем так, у них несколько детей, маме надо помогать, конечно, у ребенка это пораньше начнется, там, не в 12 лет, а у девчонка в 9 лет начнет маме помогать. В общем, от родителей этой ситуации это, соответственно, помогать маме выполнять эту функцию, женскую роль, вот в этом обществе, как считается, да, перенимать с вот этого возраста. Роль мужчины и мальчика, мальчик по дому не помогает, мальчик не пылесосит. Мальчик у нас забияка, мальчик маленький султан, которого многое позволяется, который может там, я еще, там, не знаю, бегать, не знаю, яблоки собирать с деревьев, груши, сливы, гонять футбольный мальчик, гонять футбольный мячик на поле со своими друзьями, не знаю, бегать там, озорничать и так далее, то есть еще вести свою беззаботную подростковую школьную жизнь, да, у девочки уже нагрузки по дому, помощи маме гораздо больше, ответственности в том числе, а мальчик такой безответственный. Почему? Потому что в семье, где такая идет заточка, такая чисто стандартная, семейная, манипулятивная форма, воздействие на партнера, то у мальчиков, в семье и девочку это мучает, а мальчик что? Функция мужчины, когда он вырастает, зарабатывать деньги, приносить доход в семью, содержать свою семью, а-ля, вот там, собственно, жена там не работает, детей рожает, по дому все делает, за ними смотрит, да, к домашней работе такой мужчина не прикасается, и когда он приходит с работы, он, не знаю, одевает там тапочки, заваливается на диван, смотрит телек, по дому он не помогает, не знаю, не пылесосит, не готовит за детьми, не смотрит, если они у них есть, да, вот этот определенный стереотип, определенное поведение мужчины, то есть требования к мужику, по сути, вот если так вот реально грубо тесать, распределить, мужчина, да, обыча, который ходит, зарабатывает деньги, и женщина не волнует, на какую работу, каким путем, главное, чтобы деньги приносил, вот он принес деньги, закрыл там всякие счета, всех отдел обул накормил в семье, с него спроса больше никакого нет, он ничего не должен, не обязан, все, может лежать тюленем на диване, батоницу, футбол смотреть, пивко попивать. Женщина, ей может быть необязательно работать, но она за детьми, готовка, уборка, все по дому, в идеальном, желательно, может быть, порядке, если это возможно, да, и она все это тянет, а это физически вообще-то труд, если что, да, и когда приходит такой мини-султан с работы, она его тоже обихаживает, чаек, кофеек, ему там все еда готова, да, все вот это вот понятно, в общем, со всех сторон будет обласкан, облизан, восхвален, и получается, что все бытовое, вот это производственное, домашнее, дети, на женщине, у мужчины, по сути, одна единственная функция, ну, большая, важная, значимая, зарабатывая деньги, приноси, где ты их берешь, меня не волнует, меня твои вопросы, скажем так, добычи не касаются, деньги, скажем так, на стол, кассу сюда, все, давай, то есть определенное использование, закрытие потребностей, и здесь вообще, в принципе, вот так послушайте свекровок своих, да, или тёщ там чьих-то, женщин постарше поколения, кто в этом сейчас ногте вот так вот в такой системе взрастает, да, это наше новое молодое поколение, когда девчонки идут больше работать, когда в семье уже муж начинает помогать, пылесосить, у меня у девчонки есть, кто мне пишет комментарии, там, у меня муж пылесосит, а у меня там муж иногда готовит, мой муж любит готовить, он у меня любит, у меня вопрос с ужином может не стоять, я скажу, я сегодня не хочу готовиться, я сам найду чупо, есть мне партия, я сам себе что-то приготовлю, и, в общем, это вообще не беда, ему даже в кайфу, ему нравится это делать, но я к тому, что сейчас в нашем молодом поколении, когда женщины стали эмансипированы, когда у женщин, скажем так, стало появляться больше возможностей, работы интересные, у нас и сферы деятельности развиваются, когда женщина может работать, например, даже из дома и так далее, в общем, всего-всего гораздо больше, когда женщина пошла, скажем так, в Турцию на работу, она поняла, что я работать еще и весь дом на себе тащить, это очень тяжело, поверьте, это очень тяжело, это нереально, не может разорваться 24 на 7, и когда женщина стала, турецкая, турчанка, скажем так, турецкая женщина проходит определенный уровень эмансипации, независимости, зарабатывает деньги, она тогда и требования вот этому домашнему султану другие становятся. Такие мужчины либо начинают с чем-то ей помогать по дому, либо у них появляется помощница по дому, там, кто приходит убираться, или кто приходит готовить и так далее, ну, потому что на это тоже есть деньги, потому что женщина тоже работает, она какую-то копилочку, скажем так, козлу семейную пополняет, бюджет семейный в том же числе, как и мужчина. Это вопрос, мне кажется, конечно, вот этот исторический пережиток вот этого домашнего султанизма в Турции, ему скоро придет кирдык, лет так через 50 это все изживется, когда здесь тоже такой патриархат, он более, ну, он такой тоже мнительный, женщины тоже вертят мужчинами, как хотят, да, голова, муж, голова, жена, шея, но в любом случае я к тому, что это дело времени, это тоже скоро отойдет, потому что в наше новое молодое поколение, как мы воспитаны, это сюда сейчас я вот вижу среди своих друзей, поколение, кто помладше меня, это племянница, например, моего супруга, там им по 20 лет, они тут только замуж вышли, и я вижу, что им с детьми мужья помогают, им с детьми там мужья что-то готовят, когда их папы, вот даже вам пример, давайте приведу, расскажу, что уж, у мужа моей, у моего мужа есть племянница, ее муж, у них разница в районе 7 лет примерно разницы, он пластический хирург, они познакомились на работе, она тоже медик, она была его там ассистентом, и она пришла к нему на работу работать, она была его медсестрой на операциях, так они познакомились, они поженились, она в декрете уже там 2 года где-то, она не выходит на работу, в общем, она с семьей делами всей историей занимается, но тем не менее, несмотря на очень тяжелую работу, он очень много работает, у него большой спрос, там клиентов, медицинский туризм иностранный обслуживает, в общем, он очень сильно устает, но тем не менее, когда он приходит домой на выходных на своих, он занимается ребенком, играет, там вот это вот все гораздо больше, он там может что-то приготовить, когда его папа из его семьи, то есть кто он нам получается свекр, пришедший в нашу семью, их взаимодействие с мамой, которая никогда не работала ранее, папа вот этот домашний султан, который палец о палец не ударит, чайку никому не нальет, себе в том числе, будет умирать с голоду, но, не знаю, макроволновку, еду себе не поставит, говорит, он ждет, когда за него это сделают, когда ему принесут, он к этому привычен просто, и у него нет этой потребности, а у его же супруги нет потребности, желания что-то менять, да, они так всю жизнь живут, но вот это вот новое поколение, его сын ведет себя уже, ну, не во всем, но очень сильно отличается его поведение от поведения его папы, и не потому, что у них в семье так чисто она, например, племянница мужа поставила, нет, у них другие уже, понимаете, социумы к нам диктуют, у нас уже есть там микроволновка, условно говоря, да, там, возможность там уборщицу какую-то пригласить, возможно, машины, да, то есть посудомойка, не надо это все самому, в принципе, делать, есть возможность, скажем так, отдохнуть где-то, да, в какие-то моменты, не все на себе это тащить, и остается свободное время и сила вот заниматься с ребенком, например, что-то где-то по дому помочь. В общем, я к тому, что это как пример того, что эта история с султанами, угождением, это более, история более старшего поколения, конечно, те, кто сейчас еще был воспитан в таких условиях семейных, они это придерживаются этого, но все не так плохо и потеряно, новое молодое поколение, эти устои, определенные в силу социального нашего прогресса и развития, это все уходит на второй план постепенно, но все равно это общество наше перерождается, в том числе, кстати, в России все, в принципе, так же, да, то есть какие-то определенные моменты, если брать, но я про перерождение общества, я имею в виду вообще всех на всей нашей планете. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии, я всегда оставляю свою почту под видео, вы можете мне написать вашу историю для публикации на канале, для этого напишите в теме письма история от подписчика или анонимная история, а если вам нужна консультация, меня как психолога просто в теме письма пишите консультацию, спасибо вам за внимание, ставьте лайки на канале, скоро увидимся, всем пока!